Добрый вечер, уважаемые посетители семинара. Рад приветствовать вас на нашем мероприятии, которое называется «Как настроить электронную почту в домене РФ». Мероприятие проводится проектом «Поддерживаю РФ» при поддержке Координационного центра домена ProRF. Меня зовут Игорь Лидин, я разработчик-эксперт по вопросам внедрения интернационализированной почты. Буду сегодня вам рассказывать про особенности электронной почты в России и в наших национальных доменах. Для кого предназначен наш семинар? Аудитория – это предполагаемый IT-руководитель, выбирающий почтовую инфраструктуру, в том числе решающий вопросы импортозамещения, также системные администраторы почтовых серверов, люди, которые непосредственно занимаются настройкой разработчики сервисов электронной почты. Семинар у нас сегодня займет около двух-двух с половиной часов. Задача, которую мы будем решать следующая – узнать и понять концепции, технологии, состав технологии электронной почты в национальных доменах РФСУ, то есть с учетом кириллических доменных имен и других. Понять проблему выбора программного обеспечения, развертывания кириллической почты с учетом нашей национальной специфики. Также мы узнаем об особенностях настройки свободного почтового ПО и проведем некоторый тренинг, в результате которого получим полноценную работающую почтовую систему с поддержкой кириллицы. Что касается вопросов, я буду делать после определенных логических частей семинара паузы и можно будет задать вопросы, которые организаторы принимают. Соответственно, я буду получать их от организаторов и буду стараться на них ответить. Вот таким вот образом. Ну, давайте приступать. Программа семинара следующая. Сначала поговорим про терминологию и сделаем краткий экскурс в технологии электронной почты. Затем обсудим особенности кириллической почты, сделаем упор на такие технологии и вещи, как Internationalized Domain Names и Email Address Internationalization или EAI. Поговорим про программное обеспечение для почтовой системы, про его выбор, какие есть возможности, какие есть варианты и проведем установку ПО на виртуальный выделенный сервис. Так говоря про технологии электронной почты, начать надо с базовой терминологии. Эти термины мы будем в течение семинара постоянно употреблять, поэтому давайте разберем базовую терминологию, что под ней скрывается. Начнем с компонентов технологии электронной почты. Вот они, вы видите, они перечислены на вашем экране. Называются они следующим образом. Первый – это MUA или Mail User Agent. Это почтовый клиент, то есть это программное обеспечение, которое обычно работает на конечном устройстве пользователя, на устройстве личном, принадлежащему ему, непосредственно с которым пользователь взаимодействует для отправки и чтения имейла. Но это, наверное, всем хорошо знакомые приложения, типа Microsoft Outlook или Thunderbird, что-то в этом духе. Для случая веб-почты под MUA поднимается приложение, обеспечивающее интерфейс почтового клиента в браузе. Следующий компонент – это MTA или Mail Transfer Agent – это почтовый сервер, то есть программное обеспечение, которое обычно работает на сервере, где-то в интернете постоянно работающем, передающие почту пользователя другим почтовым серверам. Возможно, по цепочке. Возможно, эта цепочка содержит не один, а несколько почтовых серверов. Mail Submission Agent или MSA – сервер отправки почты. Ну, как правило, это то же самое программное обеспечение, что и MTA, но несущее выделенную функцию. Какую именно? Функцию получения почты от MUA для ее отправки. То есть это тот сервер, с которым соединяется Mail User Agent, когда от имени пользователя начинает отправку почты. Как правило, MSA отличается от MTA тем, что он закрыт аутентификацией. То есть для того, чтобы отправить письмо, пользователь должен подтвердить, аутентифицироваться, идентифицироваться, подтвердить, что он имеет право отправки почты с данного ящика, с данного почтового домена. Ну и последний, но не самый неважный, это Mail Delivery Agent или MDA, еще его называют иногда LDA. Это программное обеспечение, работающее на сервере, получающее от MTA почту, являющаяся финальной точкой на пути следования e-mail. То есть MTA занимается передачей почты от одной точки к другой. MDA – это сервер, который содержит в себе хранилище, в которое попадают письма и лежат в этом хранилище до тех пор, пока не придет Mail User Agent, не заберет эти письма, чтобы показать их пользователю. Ну, хранилище – это может быть в самом простом случае просто файл или какая-то более продвинутая база данных, может быть, с индексами для возможности поиска. И, соответственно, MUA получает возможность обращаться к серверу MDA для доступа к этой базе данных. MDA может быть как одной из функций Mail Transfer Agent, а может быть отдельным серверным приложением. Ну, как правило, все-таки это отдельное серверное приложение, хотя есть и другие кейсы. Примеры MTA и MSA. Ну, наиболее известные почтовые серверы Mail Transfer Agent – это Postfix, Exim и Sinmail. Есть целый ряд других, но наибольшее количество инсталляций разделяют первые два – Postfix и Exim. Синмейл был одним из самых популярных серверов в прошлом, сейчас он свою популярность потерял. И вот, на мой взгляд, Postfix и Exim – это основная часть инсталляции, если говорить про открытое программное обеспечение. MDA – DAV-код. Это слово означает «глубятни» в переводе с английского языка. Самый распространенный открытый IMAP-сервер – сервер Courier IMAP. Это MDA – IMAP-сервер, входящий в семейство программного обеспечения под общим названием «Курьер». Также довольно старый сервер называется Cyrus IMAP. Это один из первых полнофункциональных IMAP-серверов, которые вообще появились в мире открытых, имеется в виду. Ну и также такие утилиты, как Prozmail или MailDrop, могут рассматриваться как MDA. Mail User Agent – наиболее известные. Это Thunderbird от Mozilla. Apple Mail – работающий как на дисктопных компьютерах Apple, ну, на ноутбуках, так и на iPhone. Microsoft Outlook. Еще здесь можно упомянуть клиент Android Mail, ну и множество различных других приложений. МЮА – веб-интерфейсы, сервер веб-интерфейса доступа к почте Roundcube, а также интерфейсы облачных провайдеров электронной почты. То есть это интерфейсы почты Gmail, Яндекс.Почты, Mail.ru, ну и так далее. По каким протоколам работают эти основные компоненты технологии передачи электронной почты? MTA и MSA – основной протокол, который здесь используется, протокол SMTP, так называемый, или его расширенная версия ISMTP. Это протокол, которым общается между собой MTA и непосредственно передает сообщение электронной почты. Протокол LMTP служит для связи между MTA и MDA. То есть это протокол финальной доставки от почтового сервера, который принял сообщение в конечной точке для отправки в хранилище MDA. Есть протокол MTP. Он очень похож на SMTP и является упрощенным. Оставлены только те возможности, которые нужны именно для последнего шага доставки. Какие протоколы MDA используют? Ну, в основном, это, конечно, протокол IMAP – протокол удаленного доступа к хранилищу почты. Долгое время наиболее популярным был протокол POP-3, но он значительно более простой, поддерживает доступ только к одной папке и, соответственно, в настоящее время все больше и больше выходит из употребления, если не сказать, что уже выше. По протоколу IMAP обмениваются MUA и MDA – User Agent и Delivery Agent. Ну и, соответственно, протокол LMTP смотрит в сторону MTA, между MDA и MTA. Mail User Agent – SMTP и SMTP для отправки почты, IMAP – для получения почты. Вот в нижней части слайда на экране вы видите цепочку, по которой проходит письмо от отправителя до получателя. Кратко прокомментирую, что отправитель с помощью какого-то пользовательского интерфейса или веб-интерфейса в браузере формирует письмо и помещает его в Mail User Agent, нажимает там кнопку «Отправить». Дальше Mail User Agent действует следующим образом. Он по протоколу SMTP связывается с Mail Submission Agent и аутентифицируется, подтверждает, что пользователь имеет право пользоваться данным адресом, отправляет это письмо. Mail Submission Agent передает письмо в Mail Transfer Agent и Mail Transfer Agent с помощью протокола SMTP, каким-то образом, о котором мы дальше поговорим, определяет цепочку серверов, передает письмо на MTA-получателя. MTA-получателя с помощью протокола LMTP передает письмо в хранилище, в MTA, откуда, в свою очередь, Mail User Agent получателя с помощью протокола IMAP или POP3 письмо забирает и показывает его в графическом интерфейсе или веб-интерфейсе непосредственно уже получателю. Каким образом определяется сервер, на который необходимо передавать письмо? Для этого используется технология DNS, распределенная международная база данных, связывающая имена символически и IP-адреса. Как это работает? Для отправки почты на некоторый адрес, в качестве примера user.example.com, делается запрос к DNS-зоне домена example.com. Запрашиваются записи DNS типа MX, и эти записи считываются и анализируются. Записи могут выглядеть, например, таким образом, как здесь показано на экране. Видно, что записи, помимо типа, содержат некое число и некоторый хостнейм. Число – это приоритет, а хостнейм – это адрес почтового сервера. Приоритет работает следующим образом. Более высокие шансы быть выбранным имеет запись с минимальным числом в поле приоритета. Чем ниже приоритет, тем больше возможность выбора этой записи. Сначала анализируется запись с минимальным приоритетом. Если таких записей несколько, то происходит балансировка, то есть выбирается один из адресов с таким приоритетом. Если по какой-то причине отправить письмо на эти серверы оказывается невозможным, например, они недоступны, то выбирается сервер, указанный в DNS-записи MX для данного домена с более высоким значением приоритетов. Соответственно, в том примере, который здесь приведен, эта информация говорит о том, что необходимо для доставки почты для домена example.com, для его пользователей, необходимо связываться либо с адресом сервера 1 example.com, либо с сервером 2 example.com. Если они недоступны, то тогда сервер 3 example.com. Ну, собственно, эту информацию я уже рассказал. Важным моментом, говоря про DNS, является конфигурирование записей в так называемой обратной зоне. Обратная зона DNS, в отличие от прямой зоны, это база данных, которая связывает IP-адреса с именами. То есть, отвечает на запросы, какое имя, хостнейм у данного IP-адреса. Факт наличия конфигурации обратной зоны для IP-адресов почтовых серверов очень сильно влияет на доверие к этому серверу других серверов. То есть, если записи в обратной зоне нет или она некорректна, не сходится с записи в прямой зоне, то есть велики шансы, что доверие будет понижено и всему попадет в спам. То есть, когда мы занимаемся конфигурацией почтового сервера, очень важно, чтобы в обратной зоне было прописано корректное значение для нашего почтового сервера. Вот путь доставки, который мы рассмотрели от отправителя к получателю через MUA, MTA, MDA. Какие особенности про него нужно знать? Ну, первое, что здесь нужно сказать, это то, что технология e-mail, она, в принципе, довольно древняя. То есть, она родом с самого начала интернета в 70-х годах прошлого века, и развивалась она не единым каким-то архитектурным подходом, а по мере возникновения новых потребностей. Поэтому технология эта спроектирована, на мой взгляд, не идеальным образом, и обладает такими особенностями, что отправляя письмо, программное обеспечение на стороне отправителя никогда не знает, какое программное обеспечение будет использоваться в цепочке. Мы не знаем ни версию, ни свежесть, ни поддержку различных расширений, не то, каким образом получатель будет это письмо читать, почтовый клиент может работать на компьютере, ноутбуке, планшете, смартфоне, там, где угодно, и, соответственно, никакие характеристики устройства неизвестны. Соответственно, повлиять на это никак нельзя. Каждый участник процесса независимо выбирает тип и состав программного обеспечения, участвующего в доставке. Это основные термины и принцип работы технологии электронной почты, а сейчас давайте светим некоторое время рассмотрения особенностей именно кириллической почты. Я смотрю, нет ли вопросов к этому моменту. Вижу, вопросов пока не поступило. Хорошо. Напомню, что можно вопросы задать в процессе. Итак, особенности кириллической почты. Ну, первая особенность, это очевидно, то, что большинство пользователей в России это русскоязычная аудитория, то есть, разговаривающая на русском языке и использующая при общении кириллицу. То есть, говоря про сервер с электронной почтой российский, мы должны уделить максимум внимания корректности работы с национальным алфавитом, с символами кириллиц. В России есть национальные корневые домены, и часть из них является доменами, так называемыми доменами ID, то есть доменами, которые сами по себе состоят из кириллических символов, такие как .RF, .Moskva, .DETI, .RUS. Видите, их аж целых четыре у нас, так и домены, которые такие, как .SU, которые сами по себе не являются корневыми доменами ID, но допускают регистрацию доменов второго уровня с использованием кириллических символов. Все эти пять доменов, которые здесь вы видите на экране, допускают регистрацию доменов с кириллицей. Как это касается e-mail? Ну, традиционный адрес e-mail, вот, например, mail.example.com, это адрес, который содержит только символы латиницы. Технология IDN дала возможность использовать символы Unicode, кириллицу в частности, в доменных именах, и, соответственно, появилась возможность с внедрением поддержки IDN использовать в адресах e-mail в их правой части, в доменной части, символы Unicode и в том числе кириллицу. И вот, соответственно, такие адреса, как mail.add.поддерживаю.RF, например. Со временем появился еще один стандарт, вот это вот email address internationalization, стандарт AEI, который добавил функциональность использования символов Unicode и кириллицы в левой пользовательской части e-mail. То есть вот эти два шага мы сейчас будем подробно рассматривать, как они работают и, значит, какие сложности это добавляет. Ну, в первую очередь поговорим про IDN. Технология IDN. Развивается она где-то с начала нашего века. Это этап развития доменных имен, призванный допустить в именах хастнеймах, в доменных именах символы Unicode. Изначально технология DNS и технологии работы с доменными именами допускали использование в них только символов латиницы, от A до Z, цифры от 0 до 9, символы минус, и иногда в отдельных случаях подчеркивание. Подчеркиваю, никогда не используется в доменных именах пользовательских. Это специальный символ, который используется только в технических записях DNS. IDN – это новая возможность, она стандартизирована, которая дает возможность в именах использовать символы Unicode. При этом в доменном имени не все метки, то есть не все части между точками обязаны быть IDN, то есть каким-то особенным. Вот пример тест президента РФ состоит из трех частей, и лишь две из них содержат не латинские символы, а одна – конвенциональная. Каким образом это достигается? Было принято решение здесь идти по пути совместимости, то есть предложить для IDN имен, кодировку, которая позволяет их преобразовывать в форму, совместимую с каноническим представлением, с каноническими доменными именами. Такая кодировка основана на алгоритме PANICOD, так называемом. Это алгоритм описан в РСЦ 3492. Некоторая кодировка, которая произвольному слову, произвольному набору килических символов ставит соответственно некоторую последовательность из латинских и цифровых символов. При этом для того, чтобы маркировать таким образом закодированное слово, к нему слева добавляется префикс из четырех символов, конкретно и xn и два минуса. Вот в нижней части экрана вы видите пример преобразования. То есть метка президент, слово кодируется в PANICOD следующим образом, и добавляется префикс, получается закодированное значение. Для случая RF, корневой домен RF, получается такое значение xn-minus P1AI. То, что получается в результате, является допустимым доменным именем в старом смысле. Здесь только буквы, минусы и цифры. Все эти правила преобразования и принципы работы с доменами IDN закреплены в документе, который называется IDN for Applications или IDNA. У этого документа было две версии, IDNA 2003, он устарел, сейчас заменен IDNA 2008, который является актуальным и используется. Кроме описанного метода преобразования, там добавляются еще два термина, которые нам понадобятся. Это U-Label и A-Label. U-Label – это представление части доменного имени, метки в Unicode. При этом IDNA определяет набор разрешенных символов и говорит, что в такой метке нельзя использовать два минуса на второй и третьих позициях. Но это сделано для того, чтобы метку можно было по наличию двух минусов сразу отличить, является ли она U-Label или A-Label. И A-Label, соответственно, это представление IDN-метки в Panicode с префиксом XN-минус-минус. То есть, иными словами, U-Label – это часть доменного имени в Unicode, A-Label – это часть доменного имени в Panicode в этой специальной кодировке. Здесь еще надо сказать несколько слов про стандарт Unicode, который активно используется при работе с IDN-доменными именами. Стандарт Unicode управляется организацией, которая называется консорциумом Unicode, Unicode Consortium. Это с 1991 года развивается процесс. Стандарт, среди прочего, ведет реестр письменных знаков, называемых символами, так называемые Universal Charakter Set или UCS. Это перечисление множества различных символов, их там тысячи. Каждому из этих символов присвоен определенный код, который называется в стандарте Code Point, то есть кодовая точка, эти символы разделены по областям, сгруппированы по определенным признакам. Например, все символы кириллицы объединены в группу, которая называется кириллические символы. Это с одной стороны. То есть Unicode – это в первую очередь реестр письменных знаков. С другой стороны, Unicode – это определение того, что называется Unicode Transformation Format или UTF. Это семейство кодировок, то есть способов преобразования кодов-знаков для их хранения и передачи. То есть различные способы, как эти символы Unicode записывать в виде последовательности и байт. Ну, самая типичная кодировка, которая получила широчайшее распространение в интернете – это кодировка UTF-8. Член вот этого семейства UTF. Для нее характерны ряд особенностей. Это то, что разные символы в UTF-8 имеют разную длину. Принцип там такой, что наиболее часто употребляемые символы из таблицы ASCII занимают 1 байт. Символы, которые чуть реже употребляются, кодируются 2 байтами, еще реже 3, 4 и так далее. Вплоть до 6 байт на символ. Ну, и UTF-8 – это золотой стандарт для передачи символов Unicode в протоколах интернета. Используется повсеместно и в вебе, ну и в том числе по электронной площади. Unicode, кроме кодировок, определяет еще ряд вещей, таких как правило упорядочивания или коллейшн, и правило приведения или нормализейшн. О том, что это такое, ну, коллейшн, понятно, это правило сортировки, да, то есть когда мы, допустим, составляем словарь из слов, составленных из определенного алфавита, необходимо их как-то упорядочивать. Ну, традиционное упорядочивание в словарях по алфавиту. Но если мы имеем дело с символами не только одного алфавита, а символами десятков алфавитов, ну, необходимы какие-то правила упорядочивания. Вот они стандартизуются в виде набора различных упорядочиваний, набора коллейшн. Про нормализацию. У Unicode и у UTF-8 есть такая особенность, неоднозначность кодирования знака. Когда знаки, состоящие визуально из нескольких частей, ну, типичные примеры в русском языке, это и краткое, и йо, йо с двумя точками, а йо с вот такой вот галочкой сверху. Такие знаки могут быть закодированы двумя способами. Либо как цельный символ, вот пример для буквы йо, это код-поинт с кодом 0419, или как символ И, и так называемый символ-модификатор. Вот здесь вы видите пример, то есть символ 0418, это буква И, и 0306, модификатор с галочкой. Если эти символы идут подряд, это означает, что необходимо скомпоновать из них одну графему в форме буквы и краткая. Раз у нас есть разные представления, то все программисты хорошо знают, если есть разные представления одного и того же, то сразу возникает вопрос нормализации. Зачем? Ну, если одна и та же буква может быть представлена разными видами, то как сравнивать? Да, вот есть слово там, покой, например, где и кратко закодировано одним байтом и двумя байтом. Слово одно и то же, но если сравнивать по байтам, то получится разное значение. А мы хотим, очевидно, чтобы одно и то же слово, как бы оно ни было закодировано, воспринималось как одно и то же. Это очень важный вопрос. Соответственно, если есть неоднозначность, то возникает необходимость нормализации. Что такое нормализация? Это приведение к определенному каноническому представлению. Вот, среди прочего, стандарт Unicode содержит несколько стандартных нормализаций. Это Normalization Form C, Normalization Form D и более редко используемые формы KC и KD. NFC, Normalization Form C, это буква C здесь означает композицию. То есть, берем текст и все символы, которые можно представить одним кодом, записываем как таковые. Если встретилась буква и краткая из двух кодов, кодпоинтов составляющих, то она преобразуется в один кодпоинт. NFD, это наоборот, декомпозиция. То есть, все символы, которые могут быть представлены в виде композиций, представляются как таковые. И еще две формы KC и KD, они для кириллицы имеют меньшее значение, поскольку преобразование не производят. Это так называемая форма совместимостью. Они работают в первую очередь в языках таких, как японский, китайский, тайский и так далее. Это что касается EDN, а теперь про email address internationalization. Коллеги, может быть, есть какие-то вопросы к этому моменту? Организаторам мне вопросов не передают, значит, наверное, нет. Email address internationalization, как мы уже сказали, это шаг, который помимо использования символов Unicode или кириллицы в правой части email-адреса, позволяет использовать кириллицу и в левой части email-адреса. Примеры видите на своем экране в нижней части. Соответственно, справа может быть как обычное доменное имя, так и доменное имя EDN в разных комбинациях, а слева часть, использующая символ кириллицы. Как устроен этот стандарт и на каких принципах он основан? Как мы знаем, у сообщений электронной почты помимо тела есть такая часть, как набор заголовков. Заголовки определяют все метаданные, метаинформацию, связанную с письмом. Ну, какую метаинформацию? Адрес отправителя, адрес получателя, тема, различные флаги, признаки того, что письмо прошло через определенный почтовый сервер и так далее. Стандарт, конвенциональный стандарт электронной почты говорит о том, что заголовки должны содержать только символы латиницы, цифры и так далее. Каждый заголовок это пара ключ-значение. Соответственно, как и ключ, так и значение должны содержать символы латиницы. Если мы хотим добавить поддержку Unicode в том, что может быть в заголовках, в частности, в адресах, допустим, в поле от или в поле кому, нам необходимо внедрить в заголовки Unicode. То есть здесь подход AI, в отличие от TDN, он направлен на повсеместное использование UTF-8 и отказ от совместимости. То есть стандарт AI говорит, что мы разрешим в почтовых заголовках использовать Unicode. То есть программное обеспечение, которое не умеет работать с Unicode в почтовых заголовках, мы не рассматриваем. То есть для того, чтобы AI работал, необходимо, чтобы ПО поддерживало вот эти вот нововведения. Раз мы делаем несовместимые изменения, вот в частности, в почтовых заголовках, то это означает, что не все почтовые серверы будут поддерживать AI. У программного обеспечения, используемого в интернете, у него огромная инерция. То есть если мы вводим какой-то новый стандарт, новую функцию, эта новая функция сразу везде не появится. Соответственно, возникает микс, какие-то MTA поддерживают AI, какие-то не поддерживают. То есть в связи с этим необходим некий способ согласования, то есть определение наличия поддержки AI. Согласование наличия поддержки требуется специальное изменение в протоколе ESMTP. Также из этого, из такого подхода к реализации следует следующий момент, что если следующий в цепочке сервер MTA не поддерживает работу с нововведениями стандарта AI, то никакого способа отправить через него AI-письмо нет. Нам остается только письмо вернуть отправителю. То есть никакого преобразования для обеспечения совместимости так, чтобы письмо с адреса или на адрес AI прошло через неподдерживающий этот стандарт MTA не предусмотрено. Таково решение разработчиков этой группы стандарт. стандарты AI они зафиксированы в группе RFC 6530 653 и дальше цифра там несколько RFC ну здесь вот я кратко предлагаю вам обзор то есть изменения в протоколе SMTP и LMTP они учтены в протоколе RFC 6531 стандарт предыдущей версии дополнен для поддержки AI основное что там визуально меняется это введен так называемый extended hello flag SMTP UTF который индицирует поддержку сервером группы стандартов AI ну вы возможно знаете что в протоколе SMTP есть в начале взаимодействия между клиентом и сервером такая стадия hello где клиент представляется а сервер выдает если поддерживает протокол и SMTP выдает набор флагов каждый флаг сообщает клиенту о том что поддерживается определенная функция вот в набор этих флагов введен флаг SMTP UTF ну и соответственно для того чтобы письмо AI дошло от отправителя получателя возникает требование что все серверы в цепочке должны поддерживать AI и должны анонсировать в ответе на extended hello флаг SMTP UTF изменения в протоколах IMAP и POP3 описано в РФЦ 6855 56 57 и 58 протоколы IMAP дополнены для поддержки AI также введен флаг индицирующий поддержку AI флаг очень похожим на SMTP образом когда мы когда клиент подключается к IMAP серверу сервер выдает набор параметров в виде флага там тоже введен флаг который говорит что IMAP сервер непосредственно поддерживает AI ну и здесь сделано такое допущение опциональная возможность что IMAP сервер может реализовывать не полную а частичную поддержку AI особым образом преобразуя письма для mail user agent которые AI не поддерживает и в RFC 6783 описаны расширения AI для списков рассылки стандарт разрешает в случае если клиент использует SMTP UTF-8 использовать UTF-8 в сообщениях в диагностических сообщениях протокола к клиенту предъявляется требование в случае необходимости поддержки AI указывать опцию SMTP UTF-8 в команде mail from также эта опция поддерживается в командах протокола SMTP verify и xpn для почтовых заголовков повторюсь появляется разрешение использовать UTF-8 в значениях заголовков не в ключах но в значениях что касается поддержки Unicode и UTF в теле писем то стандарт ничего не говорит почему потому что поддержка Unicode в теле писем более ранними стандартами обеспечивается за счет использования различных кодировок указания в какой именно кодировке данная часть письма находится и так далее то есть группа стандартов AI это в основном про передачу заголовки SMTP и MTA ну и здесь надо еще напоследок добавить что в поддержке Delivery Status Notifications то есть уведомлений о доставке тоже сделаны изменения для поддержки это RFC 6533 там добавлен новый флаг тип адреса RCP тип UTF после указания этого типа в адресе можно использовать Unicode в левой части ну подчеркну заканчивая это рассмотрение важную особенность AI если мы хотим чтобы письмо AI дошло все серверы в пути доставки обязаны обеспечивать поддержку AI именно эта особенность и тот факт что стандарт революционный а не основанный на совместимости на мой взгляд очень сильно сдерживает внедрение AI то есть для того чтобы это внедрение в интернете произошло нужно преодолеть массу инерции то есть массу почтовых серверов которые не могут передавать корреспонденцию AI если какой-то сервер в цепочке передачи AI не поддерживает письмо просто не будет доставлено и в лучшем случае отправитель получит об этом уведомлений что произойдет в случае если сервер очередной сервер в цепочке не поддерживает AI вот вы видите на этой картинке причем важно моментом здесь является то что даже уведомление о недоставке из-за того что очередной из почтовых серверов не поддерживает AI отправитель может не получить тогда это может случиться но в том случае например если цепочка в направлении к получателю и в направлении обратном не является идентичной письмо вполне может случиться то есть в прямом направлении письмо шло через один набор серверов а в обратном направлении по которому будет идти уведомление о недоставке в цепочке может встретиться сервер не поддерживающий AI в таком случае возникнет дабл бонс и это уведомление тоже не будет доставлено то есть отправитель рискует в такой ситуации тем что он отправляет письмо и просто не знает даже что доставлено оно или нет еще разберем что происходит если цепочка MTA письмо доставила все хорошо поддержка AI а почтовый клиент получателя mail user agent AI не поддерживает здесь есть два варианта если сервер MTA сервер iMap умеет вот тот вариант downgrade который описан в стандарте RFC 6857 то тогда сервер iMap передает клиенту письмо в некотором виде с совместимостью ну каким образом это делается ну например в адресах AI может локальная часть быть заменена на какие-то не AI значения ну например это может быть реализовано каким образом если у получателя одновременно два адреса допустим тест латинскими буквами и тест русскими буквами тогда MDA зная о наличии такого альяса может подставить для совместимости вместо тест кириллицы и тест латиницы и отправить письмо отдать письмо в mail user action если же сервер iMap downgrade не умеет то в принципе по стандарту он должен отправить отчет о недоставке но как мы уже сказали в лучшем случае этот отчет отправитель получит а в худшем в худшем отчет о недоставке будет потеря кроме того не всегда MDA обладает способностью формировать и отправлять письма это зависит от конкретно почтовой системы от инсталляции и соответственно MDA не всегда может это сделать даже в принципе какие еще есть проблемы у AI здесь важно сказать про разнокейсицу для обычных адресов email регистр символов левой части обычно приводится к лаверкейс то есть в принципе работая с обычной электронной почтой мы не задумываемся о том какого кейса символа в адресе как правило мы знаем что они всегда будут письмо всегда дойдет несмотря на то какой кейс используется это благодаря тому что алгоритмы приведения адреса к нижнему регистру они очень простые там надо взять символы азет большие перевести их в азет маленькие и собственно все а вот для адресов AI это вообще говоря не так адреса которые вы видите на своем экране адрес адрес большой буквы адрес всеми большими буквами вообще говоря будут разными чем это связано во-первых процесс приведения регистра в уникоде вовсе не тривиальной то есть это не просто какие-то тривиальные преобразования байт там есть сложные правила и таблица в котором устанавливается соответствие между большими символами которые называются большими и называются маленькими для того чтобы делать такое преобразование нужна специальная база данных вот этот вот реестр уникода и в форме какой-то специальной библиотеки соответственно нужна ее интеграция в почтовый сервер библиотека это большая тяжелая и работа с уникодом она содержит много всяких тонкостей поэтому этим фактом тормозится внедрение AI в почтовый сервер но здесь есть еще один вариант как сделать так чтобы адреса в разном кейсе оказались эквивалентными можно попросить систему управления аккаунтами централизованную базу данных аккаунтов приводить адреса к некоторому каноническому регистру ну когда это просто когда такой системой управления аккаунтами является база данных в основном которой лежит база данных в таком случае взаимодействие между МДИА и системой управления аккаунтами это как правило SQL запросы SQL запросы можно построить так, чтобы использовать возможности базы данных по преобразованию в ловеркейс. Если база данных поддерживает уникод, ее функции работы с строками умеют корректно ловеркейсить уникодные строки, то можно построить запрос так, чтобы в базе всегда, независимо от того, адрес с каким кейсом пришел, чтобы в базе всегда запрашивались адреса в заданном регистре. Если используется система управления аккаунтами не на основе базы данных, а как это часто бывает, например, на основе LDAP, то здесь вопрос становится сложнее. Здесь надо использовать какие-то другие подходы. Не знаю, есть ли в языке запросов LDAP возможность сделать уникодовый ловеркейс, насколько мне известно, нет. То есть эту проблему надо обязательно иметь в виду и ее решать при построении почтовой системы. Ну и когда мы говорили про композицию и не декомпозицию, мы упомянули, что символы уникод могут быть представлены TFAID разными способами. То есть здесь тоже для того, чтобы адрес, допустим, лучший домен RF, где буква и краткая закодирована двумя разными образами, чтобы это было не два разных адреса, а один. Здесь тоже необходима нормализация. И здесь мы наступаем, в общем-то, на те же грабли, что и в предыдущем случае. То есть процесс нормализации в уникод нетривиальный, необходимо использование специальной библиотеки для такой нормализации, интеграции в сервер и так далее. Варианты решения здесь тоже использование системы управления аккаунтами, если по пути к этой системе можно сформулировать запрос таким образом, чтобы происходила нормализация. Ну, здесь это сложнее, потому что далеко не все базы данных умеют делать канонические преобразования уникод. Однако, если мы в качестве бэкэнда используем Postgres, вот в Postgres есть такие функции, которые позволяют делать NFC и NFD нормализацию, причем начиная с версии 12, по-моему. То есть есть у нас база данных аккаунтов в Postgres, но нам повезло. Если нет, то надо каким-то другим способом проблему решать. Говоря про AI и про разные кейсы и разные формы символов в левой части, не надо забывать про то, что в правой части доменное имя может быть представлено несколькими различными способами, а именно эквивалентными U-лэйбл и A-лэйбл в каждой части доменного имени. Если доменное имя состоит из двух частей, как здесь домен RF, то получается, что есть четыре разных варианта, как может быть представлено этой ДНМ. Когда мы работаем с конвенциональным имейлом, с обычной электронной почтой, как правило, вопрос этого преобразования за нас решает МТА, почтовый сервер, который знает, что вот эти вещи совпадают. Но когда мы переходим к поддержке EA, там стандарт требует писать адрес в заголовке, как есть. И вот в МТА, как правило, это выключает вот эту эквивалентность, и нам приходится решать ее самостоятельно. Соответственно, приходится учитывать то, что в конфигурации МТА различные формы доменного имени приходится прописывать таким образом, чтобы сервер воспринимал почту, отправленную на адрес в любой из этих фондов. Это хорошо, если у нас здесь две части в доменном имени, тогда получается всего четыре варианта. А если там не дай бог три части или больше, то вариантов становится значительно больше. Ну, опять же, как это можно решить? То есть, если у нас почтовый сервер для определения валидных доменов получателя использует обращение к базе данных, там тоже этот вопрос можно решить. Если какие-то другие карты, файловые или LDAP, или еще что-то, то здесь возникает некоторый челлендж. Ну, вот здесь приведен пример для случая POSFIX в конфигурационном файле, в ключе MyDestination указываются домены, которые POSFIX считает своими. Вот здесь в самой простой конфигурации надо прописывать все вот эти вот варианты для того, чтобы работал и AI. Надо также отметить, что если у домена есть несколько почтовых серверов, они указаны в DNS в записях MX, то для корректной поддержки AI все серверы в MX должны поддерживать и анонсировать S&P, UTF, AID. Если этого не произойдет, понятно, что любой из MX может быть выбран для доставки сообщений. Если у нас какие-то серверы не поддерживают, то письма будут случайным образом то проходить, то возвращаться из-за неподдержки флага SMTP, UTF, AID на очередном почтовом сервере. РФЦ 6783 добавляет информацию про то, как поддерживать AI в случае списков рассылки. Со списком рассылки здесь возникает также дополнительная сложность. Понятно, что если мы отправляем письмо с адреса EA на список рассылки, то у этого списка подписчики могут иметь почтовые системы как с поддержкой AI, так и без поддержки AI. И что делать с сервером почтовой рассылки? То есть он сможет, вообще говоря, без каких-либо преобразований отправить письмо только тем подписчикам, почтовую систему которых AI поддерживает. Но это, вероятно, не то, что хочется. Здесь ситуация несколько хуже с поддержкой в разном программном обеспечении списков рассылки, поддержкой AI. Потому что здесь готовое решение, как в таких случаях поступать, чтобы подписчики не теряли письма, пока мне неизвестно. На этом рассмотрение технологии AI мы завершаем. Я сейчас посмотрю, есть вопросы. Наблюдается ли какие-нибудь проблемы с разными наборами ETF-а? Их много в других сферах. Я так понимаю, что вопрос про другие кодировки в Unicode. Смотрите, ну какого рода проблема? В технологии электронной почты стандартам говорится, что надо использовать для AI UTF-8. Проблемы могут быть какого характера? Вот как раз в разных операционных системах, когда вы вводите какую-нибудь строку с, допустим, символом и краткое, никогда не угадаешь, как данная операционная система любит представлять такие символы в Unicode. То есть это может оказаться NFC-формой, NFD-формой и так далее. Поэтому в этом смысле операционная система основана и на других кодировках, как, допустим, Windows. Там основной кодировкой является не UTF-8, а 16-битная, если мне память не изменяет, кодировка. То есть там при преобразовании в программном обеспечении и в транспортную могут возникать проблемы такого рода. Ну, надеюсь, я ответил. Если я неправильно понял вопрос, вы, пожалуйста, уточните, что здесь имел свой. Так, следующий раздел, который у нас будет, это выбор программного обеспечения для почтовой системы. Программное обеспечение для почтовых систем можно условно разделить на несколько больших групп. Группы эти следующие. Это облачные сервисы, которые позволяют подключить к ним свой домен, коммерческие продукты все в одном, предназначенные для установки на собственный сервер, он премис, продукты все в одном на основе открытого пола в противовес коммерческом и создание почтовой системы из набора компонентов открытого пола самостоятельно. Все эти группы программного обеспечения мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, начнем с облачных сервисов. Облачные сервисы, позволяющие обслуживание своего домена в Рунете, это прежде всего Яндекс.360 для бизнеса и VK Walkmail, который является частью продукта VK Walkspace. VK – это новый бренд группы компаний соответствующей, и, соответственно, раньше почтовая часть называлась Mail.ru для бизнеса, а сейчас она называется VK Walkmail. Среди нероссийских сервисов основные – это Google Walkspace и Microsoft 365 или Microsoft Outlook сервис. Ну, понятно, что в наших сегодняшних условиях рассматривать их практически бессмысленно, потому что пользоваться именно для построения корпоративной почтовой системы практически невозможно. Не заплатить нельзя, если удастся заплатить, то нет гарантии, что можно будет продолжать пользоваться. Это к большому сожалению. Что характерно для облачных сервисов такого рода? Эти сервисы динамично развиваются, их владельцы добавляют новые функции, добавляют помимо электронной почты возможность использования других функций, широких дополнительных возможностей. Как правило, эти сервисы поддерживают IDN, российские сервисы и AI не поддерживают. Что касается Google и Microsoft, они AI поддерживают. Google вообще был первым облачным сервисом электронной почты, внедрившим поддержку AI. Поддержка в Microsoft Outlook добавилась существенно позже, но тем не менее она есть, очень хорошего качества. Облачные сервисы обычно имеют форму оплаты по подписке. стоимость, как правило, зависит от количества пользователей, которые допускаются. Примерная оценка стоимости, я так кратко посмотрел, не буду утверждать, что это прям точно, но от 250 до полутора тысяч рублей в месяц за пользователя. Как правило, есть скидки при покупке на год. Облачные сервисы, как правило, предоставляют широкие дополнительные возможности. То есть, это управление пользователей через веб-интерфейс, сопутствующие вещи типа календарей, задач, трекинга проблем, адресные книги. Обычно рядом также стоят такие возможности, как хранение обмен файлом и списки рассылки. И, что актуально для сегодняшних обстоятельств, это месседжеры и конференции аудио и видео. Также, как правило, у облачных сервисов есть собственные мобильные приложения, которые позволяют пользоваться почтой с носимых устройств. Это мобильный M.U.A., который мы раньше упоминали. Коммерческие продукты все в одном. Вообще, говоря, в мире множество таких продуктов, начиная со всем, наверное, известного Microsoft Exchange, но к западным продуктам применимы те же соображения, что и к западным блокам. Сейчас их рассматривать очень сложно. Это, к сожалению, потому что это продукты хорошего качества, их конкуренты на российском рынке, известные мне, это надо упомянуть в первую очередь продукт Immunigate Pro. Почему в первую очередь его? А потому что он поддерживает EI. И в принципе поддержка эта появилась довольно давно и, соответственно, полноценная поддержка стека работы с Кириллицей выделяет этот продукт среди остальных. Облачный продукт VK Workmail у него относительно недавно я на сайте обнаружил, что есть предложение по запуску и установке этого продукта на собственных серверах он премис. По понятным причинам мне это попробовать лично не удалось, но тем не менее они такую возможность заявляют, и это может быть очень интересным, потому что технологически этот продукт хороший, он активно развивается, и возможность установить его на собственных серверах добавляет все преимущества облачной технологии к преимуществам собственного сервера, то есть безопасность, невыход информации за пределы организации, интеграция с системами аутентификации в организации, с другими системами внутри периметра организации и так далее. Также надо отметить существование продукта, который называется Мой офис Почта 2, члена семьи продуктов Мой офис, они тоже предоставляют такой продукт. Оплачиваются эти продукты в форме либо оплаты по подписке, либо в форме покупки лицензии с доступом к обновлениям в течение определенного периода, но тут надо понимать, что вот этот разовый платеж покупок лицензии, это на самом деле не что иное, как скрытая подписка, потому что почему? Потому что как это знаете ли раньше бывало, купить один раз и годами не обновлять в современном интернете невозможно. Почтовый сервер, он по определению смотрит в интернет, общается с открытым интернетом и если его не обновлять, то есть рано или поздно он будет сломан и возникнут соответствующие проблемы. Поэтому покупка лицензии с доступом обновлений на определенный период это на самом деле та же самая скрытая подписка. То есть потом за получение доступа к обновлениям и поддержке все равно можно платить. Такие продукты как правило тоже не ограничиваются только собственной электронной почтой, предоставляют дополнительные возможности. В первую очередь возможность интеграции с базой пользователей предприятия, что очень важно, интеграция с антивирусами механизма мантиспама, календарь, задачи, адресная книга, менеджеры рассылок и даже, например, в случае CommuniGate Pro там есть мессенджеры и конференции. Но я не буду браться говорить насчет того, насколько качественно там это реализовано, но тем не менее такая функциональность есть и это можно рассматривать как плюс такого продукта. В противовес коммерческим продуктам все в одном, особенно последние годы появились множество продуктов все в одном на основе открытого ПО. Но что они из себя представляют? Это правило люди берут компоненты открытого ПО, собирают их в единую инсталляцию, единым образом сконфигурировано, добавляют возможность быстрого развертывания, например, запаковыванием в докер. И иногда добавляют собственные расширения, допустим, панели управления и так далее. Ну, один из старейших представителей этой категории ПО, это Zimbra, это Open Source Collaboration Suite, так они называют открытый набор программ для совместной работы, он основан на открытых компонентах, у них там есть Community Edition, есть платная версия с поддержкой, в принципе, достаточно интересная, но, на мой взгляд, достаточно сложная для развертывания решения, тем более, поддержка там платная. есть еще ряд других, надо отметить такой пакет, как iRedMail, у него есть ограниченная фри-версия, есть платная, платная от фри-версии отличается наличием панели управления с расширенными возможностями, и несколько выделяется из этого ряда относительно недавно появившийся комплект, который называется Mailer, Mailer.io, он полностью бесплатный, представляет из себя набор, основанный на компонентах PostFix, DovCode и RoundCube, у него очень легкий деплой в виде докер-контейнеров, поднимается там вообще за 10 минут на виртуалке, и самое важное, что у него есть очень хорошая, очень бесплатная и совершенно бесплатная панель, которая позволяет через веб-интерфейс всем этим роскошством управлять, то есть создание пользователей, введение базы, настройка форвардов, настройка альясов, ну то есть базовые возможности все присутствуют, в том числе там есть механизм фильтрации спама, основанный на продукте R-Spam-D, есть возможность подключения антивируса к ломав, в общем для того, чтобы быстро поднять из ничего на виртуалке почтовую систему, Mailer, это прям хорошая штука, но она к сожалению EI тоже не поддерживает, не поддерживает потому, что основана на MDA давкод, который не поддерживает этот стандарт. В любом случае рекомендую обратить внимание, достаточно многообещающая вещь, на мой взгляд. Ну и если мы не готовы платить или функциональность готового комплекта нас не устраивает, мы можем взять открытое ПО, работающее с электронной почтой, разные компоненты и собрать из них собственную систему. Ну, какие компоненты наиболее значительны? В качестве MTA, это PostFix Exim, возможно, Courier Mail Server, ну, первые два, это самые распространенные. Exim имеет богатую систему конфигурации, в которой можно очень тонко описывать различные кастомные настройки у PostFix и система конфигурации попроще, но она нацелена в основном на использование различных конфигурационных баз, для которых есть адаптеры к разным SQL-базам, к LDAP, к файловым базам, к чему угодно. Вот наиболее два распространенных сервера, которые часто используются. В качестве MTA, то есть MTA и IMAP серверов. Davcode, Courier IMAP и Cyrus IMAP. Из них AI поддерживает только Courier IMAP. Да, я, наверное, забыл сказать, что PostFix, Exim и Courier Mail сервер все они поддерживают как EDN, так и AI. Davcode, наиболее продвинутый IMAP сервер, имеет отличные функции, подходящие для построения корпоративной системы электронной почты, имеет средства обеспечения высокой доступности, репликацию Master Master, в общем, очень хорошая штука, у него тоже есть коммерческая составляющая, которую авторы продают поддержку, но и в бесплатной версии очень много всего, к сожалению, Davcode напрочь не поддерживает AI. И мне приходилось даже исследовать его исходные коды, например, предмет того, нельзя ли там как-нибудь простыми усилиями что-нибудь добавить, нет, там поддержка Unicode отсутствует как класс, он весь построен на работе с байтами, для того, чтобы добавить туда Unicode, надо переписать практически весь сервер, а кодовая база там у него огромная, поэтому без шансов, есть только автор, когда-нибудь решит это сделать, тогда это станет возможным. Cyrus IMAP это один из старейших серверов, у него были периоды стагнации в развитии, были периоды активизации, сейчас у него там некоторый период активизации наблюдается, но и Cyrus, и Courier, конечно, по функциям с Davkot рядом не стоят. Кроме набора функций, еще есть очень важная вещь, как производительность, вот у Курьера и Cyrus, они используют для хранения конвенциональной файловой формат MailDeer так называемый, а он не очень производительный, хотя он хорошо работает с NFS и так далее, а вот у Davkot есть собственный формат, который на порядок или даже на два быстрее работает, то есть если мы имеем дело не лабораторные почтовые системы, почтовые системы корпоративные, где хотя бы есть 100, 200, 300 пользователей, большое количество писем, производительность Amap Server становится критичной, и тут конечно хорошо бы выбрать Davkot, но к сожалению AI не поддерживает. Здесь в третьей строчке приведены несколько продуктов, которые являются WebMUA, Mail User Agent, то есть это веб-интерфейсы доступа к почте, работать с почтой. Среди них тоже есть признанный лидер это RoundCube, он на счастье AI поддерживает достаточно хорошо, также заметные программные продукты, которые называются Snappy Mail и Rain Loop. И обеспечение работы почтовой фильтрации это программный продукт Mavis Airspam D. Airspam D хороший продукт, он имеет высокую производительность, Mavis более традиционный, поддерживает AI тоже. И компоненты, которые используются для построения почтовой фильтрации, Spam Assassin, один тоже из старейших механизмов фильтрации Spam, он AI поддерживает, но здесь технология такая, это продукт написан на языке Perl, производительность, язык сам по себе входит в прошлое потихоньку и производительность у него спорная, для больших объемов почты он подходит плохо. Clamav это антивирус, антивирус, который имеет бесплатные вирусные базы, практически чуть ли не единственные такой, у которого есть бесплатное обновление вирусных баз хорошего качества. В принципе, другие есть антивирусы открытые, но именно база хорошего качества только этого. К сожалению, что с ним произошло? Этот антивирус попал под управление компанией Cisco и в последнее время компания Cisco закрыла доступ к обновлениям для пользователей из России. Ну, разумеется, можно найти в интернете информацию о том, откуда скачивать обновление баз для кламав. Но надо понимать, что это уже не официальное распространение баз, а какое-то там полуподпольное, и в принципе на 100% рассчитывать на эти базы уже невозможно. Хотя, в принципе, можно продолжать пользоваться, но возникают определенные IT-риски. понятно, что кто-то может что-то подменить, каким-то образом пропустить вирус, специально убрать детект какого-то зловреда, и потом этот зловред отправить, и таким образом организовать атаку. Неофициальное использование имеет свои риски. Открытые продукты OpenDecame OpenSPF это небольшие пакеты для Linux, имеющие целью выполнения конкретной функции. То есть OpenDecame проверяет подписи Decame, OpenSPF записи SPF. Decame и SPF такие технологии публикации информации об отправителе в DNS, они предназначены для борьбы со спамом. Ну и в последней строчке несколько бэкэндов для хранения пользовательской базы и настроек таких как форварды, альясы и так далее. Ну здесь их можно поделить на два больших класса. Это SQL база данных Postgres и MySQL MariaDB и LDAP. Ярким представителем LDAP серверов является OpenLDAP. Есть и другие. По поводу MySQL MariaDB здесь тоже есть нюанс касающийся текущей ситуации, что MySQL это база данных, которая сейчас хоть она и открытая, ей владеет компания Oracle, а MariaDB это форк MySQL которым управляет сообщество. То есть принимая решение о выборе между этим двумя, стоит обратить внимание на последнюю, на MariaDB, потому что в ней риски какой-то блокировки или отказа в обслуживании чуть меньше. из чего на чем основать почтовую систему. Базовая рекомендация здесь это PostFix, DovCode, RoundCube. На основе этих трех компонентов составлено большинство комплектов бесплатного ПО типа все в одном. DovCode это лидер, RoundCube это лидер в своей области. PostFix или Exim вопрос спорный, но как правило выбирается PostFix за счет более простой системы конфигурации, соответственно она более доступна для понимания легче в настройке. Соответственно как вариант вместо PostFix Exim, как вариант вместо DovCode Courier IMAP меньше производительность, гораздо меньше функций, но плюс поддержка AI. Для фильтрации SpamD или Amavis и есть еще такой интересный продукт, называется Proxmux MailGateway. Компания Proxmux занимается разработкой некоторых открытых open-source продуктов в области виртуализации, но у них есть вот такой продукт Proxmux MailGateway, это такая прокси, которая ставится перед SMTP-сервером и занимается фильтрацией и каталогизацией почты. Фильтрация это соответственно антиспам, антивирус, каталогизация, логирование, информация о том, какие письма куда ходили, вот как раз для корпоративного применения очень интересная функциональность, можно обратить внимание. Ну и в качестве бэкэнда я рекомендую либо OpenLDAP при выборе баз данных скорее PostgreSQL. Он для этой цели чуть попроще, чем MariaDB в конфигурации так сказать несколько более цельной и имеет больше возможностей. Например, есть встроенные функции работы с Unicode, в том числе и на CNFD преобразование. Что касается включения EI, то, как правило, здесь ничего сложного нет. в основных MTA это делается всего лишь одной строчкой конфигурации. Для случая PostFix там надо в конфиге MainCF прописать параметр SMPPUTF8 Enable равно Yes. В случае Exim есть параметр конфигурации SMPPUTF8 Advertise Hosts. Он указывает на список хостов, для которых будет анонсирован флаг SMPPUTF8. Если мы хотим для всех включить, то пишем там звездочку. Если не для всех, то надо указать список хостов, ну или сделать ссылку на карту поиска, которая каким-то образом из какого-то мэпа, который в изобилии поддерживает Exim, добавит эти значения к данной конфигурационной переменной. Courier MailServer включена по умолчанию. Коллеги, дальше у нас будет третья часть нашего семинара, где мы попробуем собрать на виртуальной машине работающую почтовую систему из свободных компонентов. Давайте я посмотрю, есть ли к этому моменту вопросы. Так, вопросов нет. Хорошо. Что мы сейчас будем делать? Поскольку семинар у нас в первую очередь про кириллическую русскоязычную почту, мы попробуем на виртуалке собрать систему, которая полностью поддерживает AI. Этот факт определяет нам выбор программного обеспечения. В качестве MTA мы возьмем POSFIX, в качестве MTA мы возьмем courier IMAP, и в качестве Mail User Agent веб-интерфейса возьмем RoundQ. Для этого нашего лабораторного эксперимента выделена виртуальная машина под управлением Debian 11, актуальная версия Debian. Для нее выделен хостнейм доменная минус имя RF, доменная имя RF, произведены записи в DNS, доменная имя RF и обратная зона, указывающие на IP-адрес этой виртуальной машины. Имени, доменная имя RF в форме A-label в ADN соответствует вот такая комбинация символов. Эта комбинация символов прописана на виртуалке в DC-host name и DC-host. Как обычно, это принято сделать при начальной конфигурации виртуальной машины. Работать будем с адресом email вот в такой форме. Тест домен имя RF. Как вы видите, этот адрес является одновременно и IDN-адресом, потому что справа уникод в доменном имени и IDN-адресом, потому что слева уникод в локальной части. Виртуалка. У меня открыть в нее SSH, Shell. Я хотел вам для начала продемонстрировать, как эти записи с указанным хостнеймом зарегистрировано в DNS. Возьмем наше имя и я сделаю команду DIG, которая запросит в DNS IP-адрес для данного имени. Обратите внимание, что в этом достаточно свежем Debian команда DIG уже понимает IDN, то есть это в Linux произошло не сразу, но вот этот инструментарий, то есть мне не пришлось здесь указывать имя в виде набора A-label, то есть вот это с префиксами XN-минус-минус, можно напрямую подавать, и здесь DNS-клиент вот этого утилита уже умеет работать. Вот мы видим, что это имя указывает на IP-адрес, вот 91, там, 37, 160, посмотрим список адресов на интерфейсах данной виртуальной машины, вот видим, что этот адрес как раз у нас прописан на интерфейсе. Посмотрим настройки MX, попросим DIG показать MX-записи для данного домена, ну, здесь видим, что есть только одна MX-запись с приоритетом 10, раз она одна, это означает, что именно всегда этот сервис будет выбираться для доставки почты. Давайте сделаем DIG на то, что указано в MX, ну, и видим, что это, опять же, наш адрес. Хорошо, проверим записи в обратной зоне. Возьмем адрес сервера, запрос к обратной зоне DIG делается с помощью флага минус x. Видим, что запись в обратной зоне соответствует записи в прямой зоне. То есть, здесь конфигурация сделана правильным образом. Устанавливать почтовую систему мы будем самым простым образом, с помощью пакетов с дистрибутива. На удивление, нам надо всего лишь несколько пакетов, все зависимости для установки почтовой системы будут подтянуты автоматически. Какие пакеты нам понадобятся? Пакет UFE это uncomplicated firewall, возможность базово настраивать firewall. Мы будем использовать для того, чтобы предоставить наружу доступ только к тем портам, которые требуются для нашей почтовой системы. Пакет PostFix это базовый пакет для установки PostFix. При установке, если установить начисто, будет задан вопрос, какой тип инсталляции необходимо использовать. Там локальный мейлер, мейлер интернет, вот этот самый интернет-сайт или мейлер, который всю почту пересылает на заданный другой MDA, нам надо выбрать интернет-сайт, потому что мы ставим автономную почтовую систему. Пакет курьера IMAP установит IMAP-сервер MDA. Здесь нам надо будет указать еще необходимость установить курьер AFLIP UserDB. Это часть курьера, которая обеспечивает работу с базой пользователей в файле. Поскольку у нас сегодня установка лабораторная, не будем использовать сложные вещи в виде LDAP-сервера или базы данных для хранения пользователей, ограничимся самым простым, то есть базой пользователей в файле. И пакеты RoundCube SQLite 3 для установки RoundCube. В RoundCube есть возможность работать с разными SQL бэкэндами, с Postgres, с MySQL, с MarineDB и так далее. Для того, чтобы указать TBIAN, какой вариант выбрать, надо указать при подаче команды App один из возможных вариантов. В данном случае это SQLite 3. SQLite это небольшая база данных, которая хранит все в одном файле. Для наших целей, для демонстрации работы RoundCube с EI она вполне подойдет. Пакеты устанавливаются командой apt. У меня на этой виртуалке они уже установлены. Если бы с нуля, мне надо было бы сказать apt-unstall postfix, давкод и так далее. А сейчас мы просто проверим, что они установлены. Я выведу список пакетов и отфильтрую его по соответствующим словам. Вот пакет postfix версии 3.5. Кстати, надо отметить, что достаточно свежая версия Debian это актуальная версия, здесь все пакеты обновлены, постfix входит в версии 3.5, актуальная сейчас 3.7. В данном случае здесь включение мейлеров в дистрибутив по свежести версии достаточно консервативно. Это можно понять, что мейлер это ворота для атаки, и соответственно новые версии не до конца отработаны и проверены в дистрибутив включать не спеша. давкод извините, курьер iMap когда мы устанавливаем курьер iMap устанавливается еще целый ряд пакетов по зависимостям. Здесь важно отметить курьер iMap это iMap сервер, а вот этот пакет курьер iMap daemon это система аутентификации курьера. То есть демон, который обеспечивает для iMap сервера аутентификацию пользователей. iMap сервер спрашивает у этого сервиса, передает туда логин и пароли, а сервис с помощью какого-то бэкэнда, в нашем случае такого бэкэнда, то есть в виде файла, выдает ответ о том успешно аутентификации или нет. RoundCube. У пакета RoundCube достаточно много зависимостей. Собственно, сам RoundCube состоит из несколько пакетов. Здесь видно, что у меня установлен бэкэнд для работы с SQLite3, но он влечет за собой установку веб-сервера. По умолчанию это Apache, но есть варианты работы с любым другим веб-сервером. Самый распространенный это Nginx, там есть вариант для запуска из-под Nginx, есть LightHttpD и так далее. RoundCube написан на PHP, соответственно, для того, чтобы он работал, необходима установка интерпретатора PHP и всех его библиотек требуем. Это все делается автоматически, когда я сказал apt install RoundCube, оно все поставило по зависимости само. Для работы нашего виртуального почтового сервера нам понадобится выделенный пользователь. Для этого я вот такой командой от юзер создал пользователя с UIT500 и GIT500, пользователь, который имеет имя VMAIL, и домашней директорией у него является каталог SRV mail. Давайте посмотрим в файле системных пользователей, как это выглядит. Команда добавила вот такую строчку пользователя VMAIL, UIT500, GIT500, flow SRV mail, логин для него запрещен, он нам не нужен, и соответственно каталог SRV mail у нас создан на диске, и владельцем его является пользователь VMAIL. настройка Firewall с помощью пакета EFI и команду EFI открываю на доступ снаружи данный список портов. 22 и 3333 это для доступа по SSH на данную виртуалку, но особенностью вот этой конкретной виртуалки является то, что здесь видимо в целях безопасности сервер SSH работает на порте 3333, поэтому я сделал такое разрешение. Порт 25 нам понадобится для взаимодействия с POSFIX по протоколу SMTP, порт 993 это IMAP поверх TLS для взаимодействия с курьером с курьером IMAP 8443 это порт это HTTP и HTTPS соответственно для работы с RoundCube. Ну и команда EFI ENABLE все это включает. В результате получается вот такая конфигурация Firewall. вот те настройки, которые я рассказывал, здесь они отражены в варианте для IPO4 и IPO6, но IPO6 адреса здесь на интерфейсе нет, насколько я знаю, поэтому IPO6 не рассматриваю, нас интересует только IPO4. То есть открытый порт для SSH, для SMTP, для IMAP и для HTTP. Следующим шагом настроим аутентификацию пользователей для сервера IMAP. Как я уже говорил, будем использовать для этого подсистему аутентификации курьера UserDB, то есть файл с настройками. Для этого надо для AusDemon сделать некоторые настройки, указать, какому модуль будем использовать. Настройки эти хранятся в файле dc-curьера ausdemon.rc. Настройки следующие. dc-curьер я здесь прописал самое важное это используемый модуль аутентификации и есть еще параметр такой дебаг логин он заставляет эту подсистему развернуто писать сообщение в лог. Это я использовал для того, чтобы можно было отладить аутентификацию с помощью анализа файла журнала. После того, как мы поменяли конфигурационный файл, необходимо перестартовать courier ausdemon и создать собственно вот этот файл user db где будет храниться так называемая база пользователей. Давайте я вам покажу. Выглядит он следующим образом. Формат у этой базы пользователей в текстовом виде такой, что слева ключ, то есть логин, справа параметры для этого логина. Параметры тоже в виде набора пар ключ значения. ключ равно значения разделены вертикальной чертой. должны быть указаны user id и группа id для данного пользователя, но мы будем указывать 500, потому что у нас все пользователи нашей виртуальной почтовой системы будут иметь user id. Это не системные пользователи, а отдельные, и все будут иметь одинаковый user id. Здесь указывается каталог, где будет храниться почта. Мы здесь используем каталог тест под нашей базовым каталогом srvmail, и самое главное это пароль. Пароль указывается в атрибуте систем pv в захешированном виде. Вот как получить захешированный вид из пароля? Здесь в составе курьера есть такая утилитка, называется userdbpv, она генерирует фешированный пароль из плентекстового. Здесь я укажу тип md5, введу какой-то пароль два раза, и вот она указывает значение, которое необходимо туда добавить. В качестве пароля я использовал слово тест русскими буквами на латинской клавиатуре, чтобы нам попроще было с этим работать и немножко сократить время презентации. Заранее уже прописал хэш от этого пароля в конфигурационный файл. Обратите внимание, что я здесь сделал два варианта логинов. Это как раз для того, чтобы учесть, что бывают разные представления доменного имени в ace форме и в idm форме. Когда мы работаем с AI, они рассматриваются как раз. По-хорошему, здесь надо четыре варианта возможного кодирования писать. Все четыре варианта ограничиться двумя. Нам для демонстрации хватит. Итого, здесь в этот конфигурационный файл мы прописали настройки для того, чтобы работала аутентификация в сервере IMAP. Теперь настроим конфигурацию курьера IMAP. Здесь все, что мне понадобилось добавить в автоматически созданную при инсталляции конфигурацию, это автоматическое создание новых почтовых каталогов для пользователей, которые аутентифицировались в первый раз. Если этого не сделать, при аутентификации без созданного каталога, то есть в первый раз будет возвращаться сервером ошибка. Есть там такой параметр mk home dir scale, значением которого является каталог, который при приходе пользователя, для которого еще нет почтового каталога, просто копируется в качестве нового почтового каталога. И, соответственно, рядом Unixol команд создал каталог с пустым ящиком в форме mail-dir. Но пустой ящик в формате mail-dir это просто три каталога вот такого вида. Вот это будет копироваться по созданию нового пользователя. Дальше настроил вот этими двумя командами владельцы и права правильные для соответствующего каталога. После настроек необходимо перестартовать сервисы courier imap, courier imap.ssl. Это делается от команды system.ssl. Итак, с настройкой imap-сервера у нас все хорошо. Теперь надо уделить внимание конфигурации SMTP-сервера. У него тоже есть необходимость настроить аутентификацию для того, чтобы mail-user-agent мог отправлять через этот SMTP-сервер почту от имени аутентифицированного пользователя. Для того, чтобы настроить эту аутентификацию, я поступил следующим образом. Мне захотелось заставить MTA PostFix в качестве аутентификационного бэкэнда использовать не какую-то собственную базу данных, чтобы не повторяться, а использовать уже сконфигурированную базу данных для courier imap. PostFix поддерживает работу с протоколом SASL. SASL универсальный протокол аутентификации, который реализуется в ausdemon из состава курьера. Для того, чтобы это настроить, мне понадобилось сделать следующим образом. Во-первых, составить, положить в PostFix под каталог SASL конфигурационный файл, который называется smtpd.conf. это значение SASL ресурса по умолчанию. Я мог бы использовать другое имя, но тогда мне пришлось бы это имя указать в других настройках PostFix, а это по умолчанию. Здесь указывается метод проверки пароля через вот это самое ausdemon, то есть это функциональность PostFix, она умеет это дело. мех-лист это способы проверки пароля из тех, которые поддерживает SASL, которые допустимы в нашем случае. Почему плейный логин? Потому что эти методы проверки пароля работают, когда на бэкэнде есть только хешированный пароль. То есть если на бэкэнде был пароль в исходном виде, в плейн-тексте, тогда становится допустимым еще полдюжины других механизмов валидации. Но с хешированным паролем работают эти два. Они требуют передачи от клиента пароля в открытом виде, поэтому такие соединения надо закрывать и шифрование TWS. Ausdemon Path это путь к сокету, который слушает Ausdemon, ну и после этого, после внесения настроек, перестартовать PostFix. Давайте посмотрим в каталоге PostFix, как это выглядит. Вот каталог с конфигурацией PostFix, подкаталог Sassel, его автоматически создала система при инсталляции пакета и вот этот конфигурационный файл. Ну и помимо этого, в основном настроечном файле PostFix, он называется MainCF, мне понадобилось добавить вот эти параметры, которые включают аутентификацию с использованием Sassel. Обратите внимание, сразу, раз мы сюда зашли, что здесь я добавил переменную smtputf8enable равно yes, которая включает AI. Вот все, что я добавлял, вот файл, конфигурация, на самом деле это вот это. Все, что выше, это был файл автоматически созданный при установке пакета. Здесь в Debian чем вот хорош Debian, чем я его люблю, он очень многое делает за тебя сам и для того, чтобы получилась минимально работающая система из какого-то пакета, там практически ничего не нужно, оно из коробки. Дальше можно путем каких-то точных настроек уже добиваться, чтобы эта система стала тем, что тебе нужно. Вот в данном случае большую часть работы по конфигурации и PostFix, и Курьера сделала за меня Debian автоматически. Так, это часть настроек, которая касалась аутентификации. И теперь надо настроить в PostFix вторую часть настроек для того, чтобы появилась возможность работы с почтовыми ящиками в нашем домене, доменной имя.рф. Ну, для этого надо сделать конфигурацию так называемой виртуальной доставки. Основной основной особенностью которой является тот факт, что для аутентификации не используется база пользователей и пароль Linux, а используется дополнительная база. Значит, вот настройки, которые я сделал на экране, MyDestination, я сделал так, чтобы этот параметр был пустой, потому что у нас все домены будут виртуальными, они будут прописаны вот в карте, которая здесь определена в параметре VirtualMailBox Domains. HomeMailDir, простите, HomeMailBox вот в такой форме это включает доставку почты в ящики в формате MailDir, с которым работает Курьер, VirtualMailBox Base, базовый каталог для почтовых ящиков и срываем Mail, VirtualMailBox Domains, ссылка на файл, в котором будет список виртуальных доменов, он у нас состоит из одного домена, давайте посмотрим. Вот этот файл. И здесь я тоже обратите внимание, домен указал в двух вариантах, чтобы Potsfix во время работы по EI принимал почту и на такое доменное имя и на такое. Так, дальше VirtualMailBox Maps указывает на карту в MailBox MailBox это вот, альясы, здесь прописано два адреса, но это тоже один адрес в двух формах. Такая форма записи указывает, что почту для данного адреса необходимо доставлять в формате Mail.Dir в подкаталог тест внутри каталога VirtualMailBox Base, то есть внутри каталога SRVML. VirtualAlias Maps это альясы, здесь они у нас в нашей работе лабораторной не используются, поэтому файл пустой. UIT и GIT 500, ну и для того, чтобы PostFex получил возможность с этими картами файловыми работать, необходимо подать команду PostMap, указать в качестве параметра наши текстовые файлы. она создает из них файлы в специальном виде, в двоичной кодировке, с которыми уже работает сервер поиска. Но это сделано для того, чтобы оптимизировать время поиска. PostFex делает такую индексацию, оптимизацию по двоичному файлу, ему искать и работать с ним быстрее, чем по тексту. Есть вот такая процедура преобразования. Ну и таким образом у нас на данный момент что настроено? У нас настроен сервер IMAP, у нас настроена аутентификация пользователя в сервере IMAP, у нас настроена аутентификация пользователя в SMTP-сервере PostFex, и у нас настроена доставка почты в почтовые ящики MLDIR с помощью PostFex. Предлагаю проверить, как работает эта аутентификация. И в протоколе SMTP, в протоколе IMAP данные при аутентификации передаются в виде специальным образом сформированного параметра. Параметр является B64 закодированной строкой, в которой в определенном формате лежат логин и пароль. Как вы видите, здесь нулевой байт, потом логин, потом еще нулевой байт, потом пароль. Соответственно, для того, чтобы получить такую строку, я использовал команду эхо, стандартную команду shell'а, Linux'а и с помощью opensell b64 получаю b64 представление. Давайте я продемонстрирую. получается кодированная строка. Я ее запомню в буфере обмена. Дальше мы будем сейчас обращаться по очереди к SMTP-серверу и к IMAP-серверу и посмотрим, работает ли наша аутентификация. SMTP-сервер работает у нас на порте 25. Я сейчас подключусь туда телнетом и буду руками эмулировать проведение SMTP-сессии до стадии аутентификации. Подключаемся, видим приглашение от SMTP-сервера. Здесь есть буква ESMTP, поддерживается расширенный SMTP. Сначала в SMTP есть стадия Extended Hello, надо представиться. Я говорю, что привет, я localhost. Сервер мне отвечает набором флагов. Обратите внимание, что среди этих флагов есть SMTP-utf8. Соответственно, сервер анонсирует поддержку EI. Дальше мне надо подать команду ausplane и в качестве параметра вот эту закодированную строку, в которой внутри находятся логины пароль. Смотрите, пишет authentication successful, то есть аутентификация корректно произошла. Все, хорошо, аутентификация в SMTP у нас работает. Теперь тот же самый эксперимент повторяем с IMAP-сервером. IMAP-сервер на локальном интерфейсе у нас работает на порте 143. Тоже буду имитировать в этот раз по протоколу IMAP-сессию, подключаюсь с телнетом. Здесь сразу в приглашении обратите внимание, в приглашении IMAP выдаются так называемые флаги capability, и среди них есть IMAP-флаг vtf8 равно accept. Видите, то есть IMAP-сервер тоже анонсирует на своем языке, что он поддерживает EI. Здесь для того, чтобы аутентифицироваться, есть команда Authenticate. Вообще в IMAP есть две команды для авторизации. Команда Login и команда Authenticate. Но в стандартах EI прямо сказано, что если у нас логин имеет форму, содержащую UTF-8, то логин использовать нельзя, надо использовать именно Authenticate. Обратите внимание, если будете тестировать когда-нибудь руками работу с IMAP-сервером, с EI и с логинами, содержащими Unicode, то обычный логин, он проще выглядит, просто команда Login пробел, Login пробел, пароль. Вот он работать не будет с Unicode, он только Authenticate. Так, ну я пока рассказывал таймот, произошел, еще раз подключусь, подаю команду и соответственно оп, оп, мне надо вернуть в кликборд это вот значение. Еще раз его скопировал. Authenticate. Authenticate. Ну и здесь соответственно на языке IMAP он не отвечает, что аутентификация пройдена. То есть наши конструкционные действия и в случае с SMTP и в случае с IMAP привели к успеху. Хорошо. На данном этапе сейчас проверю нет ли каких-то вопросов. Дальше мы перейдем к настройке веб-юзера mail-user-agent. Так, вопросов нет. Хорошо, движемся дальше. Так, давайте теперь, раз уж у нас есть работающий SMTP сервер, проверим доставку почты, отправим на адрес тест-домена имя RF и посмотрим дойдет или нет. Я здесь сделаю, что зайду в каталог, где лежит почтовый ящик. Здесь есть некоторые обратите внимание от прошлых экспериментов оставшиеся данные. я их сейчас стираю, чтобы нам тут ничего не мешало. Так, чистил все. Ну и теперь я с другой почтовой системы. У меня есть другой почтовый сервер, на котором тоже есть поддержка AI. Я создам письмо и попробуем посмотреть, дойдет. Так, 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 слишком быстро начал нажимать. Так, адрес у нас следующий тест, доменное имя ref, в сабжек написан тест, тело напишем тест, мы отправим. Посмотрим, здесь идет, смотрите, что-то изменилось. Вот, появилось письмо, прям, можно его здесь в текстовом редакторе открыть и обнаружить, что внутри письмо. Обратите внимание, что в заголовках здесь UTF-8, то есть это EI. И вот можно взглянуть в заголовки Receipt, которые добавляют каждый сервер, через который проходит письмо, и вот здесь вот есть такие признаки, вот в данном случае TFA, TSM, TPSA, что это означает? Это означает, что при получении этого письма моей почтовой системы, с которой я отправлял от MailUserAgent была использована сессия EI, о чем говорит флаг UTF-8 SMTP. S это означает, что с TLS, то есть с шифрованием, A это означает, что с аутентификацией. Письмо отправлено аутентифицированным пользователям, с шифрованием, с использованием EI. Ну и соответственно вот Receipt, который добавлен уже нашим EI почтовым сервером, который мы сейчас настраиваем. Здесь тоже видно, что эта сессия SMTP происходила с использованием EI. Здесь A нет, потому что аутентификации между этими двумя MTE не было, но есть лук в КС, который говорит о том, что передача этого письма происходила через шифрованное соединение. Ну то есть иными словами в общем доставка у нас сработала. Да, и обратите внимание, что для отправки письма я воспользовался mail-user-эджентом Mozilla Thunderbird. То есть долгое время Thunderbird EI не поддерживал ни в какой форме, никакое письмо EI отправить из него было нельзя. Но вот относительно недавно случилось мажорное обновление, и вот я даже не успел заметить, с какой версии случайно заметил, никакого там широкого анонса не было, но возникла возможность отправки писем из Thunderbird. Можно ли говорить о том, что Thunderbird полностью поддерживает EI? Ну я бы сейчас не рискнул, но произошло существенное изменение. как минимум появилась возможность отправки почты, и в принципе я вот когда готовился к нашему сегодняшнему семинару, настраивал, сделал попытку настроить Thunderbird, чтобы он работал по IMAP в качестве ML User Agents нашим курьером IMAP и в принципе добился успеха. С точностью до каких-то багов и ошибок Thunderbird начал поддерживать EI, что очень радует, потому что до этого какого-то внятного десктопного клиента для систем с EI фактически не было. Так, значит, доставку почты мы проверили, убедились, что в заголовках значения VTF-8, что в Receipt есть флаг VTF-8 SMTP, который индицирует факт сессии EI. Ну, вот это можно использовать при настройке и оплатке. Теперь переходим к третьей части инсталляции. Настроим RoundCube в качестве веб-интерфейса Mail User Agent. Доступен у нас будет по такому URL TPS домен на имя RF слэш RoundCube. Я здесь использовал стандартную конфигурацию, которую делают пакеты Debian, соответствующие при установке. Тоже много неправил. Для этого мне потребовалось поставить всего на самом деле два пакета. Это RoundCube и RoundCube SQLite3. RoundCube SQLite3, как я уже сказал ранее, надо указать для того, чтобы была выбрана при инсталляции именно эта база данных в качестве SQL бэкэнда. Также у RoundCube пакета есть возможность работать под управлением разных веб-серверов. Я выбрал самый простой вариант Apache 2. Тоже при установке с нуля, чтобы автоматически поставилась именно эта конфигурация, надо добавить в AppInstall слово Apache 2, тогда она будет автоматически выбрана. А так, есть варианты под Nginx, соответственно, PHP, FPM, под LightHPd и так далее. При инсталляции я согласился, там был задан вопрос, нужно ли автоматически сконфигурировать базу данных SQLite для данного продукта через подсистему dbconfig, которая есть в дебе, они тоже очень хорошая вещь, позволяют автоматически устанавливать в простых случаях SQL-бэкэнда и автоматически обновлять в них схемы базы данных, когда онные схемы прогрессируют, изменяются при развитии пакетов в соответствии с появлением новых версий. Такая очень удобная подсистема, которая в данном случае позволяла мне вообще вручную базу данных SQLite никаким образом не настраивать, ни пути, ничего, все это произошло автоматически. соответственно после инсталляции этих пакетов был создан этот SQL-бэкэнд в каталоге. Сейчас, секундочку. dp-config common SQLite 3 roundcube и вот она собственно это база данных вот midnight commander, который я здесь использую для демонстрации, он позволяет показывать содержимое SQLite файла в виде SQL, вот если нажать на нем кнопку просмотра, то прямо здесь можно увидеть, какие таблицы были созданы автоматической системой инсталляции для roundcube. Ну, roundcube он без SQL-бэкэнда не работает, ему он обязательно нужен, здесь никаким простым файлом к сожалению уже не обойдешься, но SQLite база данных, которая прям в одном файле хранит все таблицы, в принципе тоже достаточно простая вещь. Ну, надо сказать, что это, конечно, только для лабораторной работы такой, как у нас с вами сегодня годится, для нормальной инсталляции, там, корпоративной системы, естественно, надо использовать full-fledged SQL-сервер, Postgres или MariaDB. Почему? Потому что SQLite не работает с конкурентными запросами, с одновременными запросами, может выполнять только один запрос в один момент времени. Естественно, для большого количества пользователей это не подходит, то есть нам нужен правильный веб-сервер, правильный SQL-сервер, который такую возможность реализует. Так, значит, баз данных для Roundcube была создана автоматически, дальше мне потребовалось включить в сервере Apache несколько модулей, которые нужны для Roundcube, это модули rewrite, модуль headers и модуль SSL. Соответственно, я включил конфигурацию SSL по умолчанию, которая была создана при установке Apache с помощью вот этих команд и перезагрузил сервер. Теперь нужно настроить связку между Roundcube и IMAP. Roundcube это mail user agent, он обращается к IMAP серверу IMAP и, соответственно, должен знать, где найти порт IMAP этого сервера. Ну, в конфигурации Roundcube здесь потребовалось поправить всего несколько значений. Default хост это адрес IMAP сервера, я указал адрес локального интерфейса порт 143, для SMTP сервера тоже адрес локального интерфейса, соответственно, порт SMTP 25. SMTP user SMTP path это формат логина и пароля, который от пользователя из того, что ввел пользователь в веб-интерфейс Roundcube, как он передает этот логин и пароль в IMAP и в SMTP. Вот эти символы постановки, они в терминах конфигурации Roundcube означают, что надо логин и пароль передать как есть, не убирая доменную часть, ничего не добавляя, а вот именно как есть. ну и в результате там конфиг это довольно развесистый, который есть у Roundcube там миллион параметров, вообще Roundcube это вещь широко и хорошо настраиваемая, но для того, чтобы заработал демонстрационный сервер, не потребовалось ничего более, кроме того, что вот я перечислил красно и что давайте посмотрим, что у нас получилось. Получился вот такой вот сайт доменный имя RF Roundcube. Веб-интерфейс Roundcube доступен в интернет. Давайте проверим, приветствует он меня страницы аутентификации, да, просто ввести имя пользователя пароль. Давайте проверим, работает ли это. Обратите внимание, кстати, что я везде использую не просто какой-то логин, да, логин именно с уникодом в его составе. Это вообще для систем хранения пользователя очень нетипично. Но вот мне было интересно, разрабатывая для демонстрации эту связку, обеспечить, чтобы работали не просто конвенциональные логины. То есть пусть она там поддерживает AI, да, но тот факт, что именно этот e-mail с уникодом в левой части можно использовать в логине, он достаточно интересен, достаточно замечательный. Итак, давайте проверим. тестом вариантов оформления по умолчанию достаточно хороший. Ну и войдя сюда, я здесь обнаружил, что уже здесь видно вот это письмо, которое мы отправляли, и, соответственно, видно, что здесь все корректно показывается. вот здесь можно еще посмотреть исходный текст, и тоже видно, что это то самое письмо, все эти признаки использования AI, которые здесь мы ранее обсуждали, все они здесь присутствуют. Ну и, собственно, вот, то есть мы получили, буквально потратив на это там полчаса-час, полноценную работающую систему, которая состоит из SMTP-сервера, из IMAP-сервера, из веб-интерфейса почты, и все эти три компонента поддерживают полностью и IDN, и AI. То есть в принципе цели нашей лабораторной работы достигли. Так, коллеги, есть ли какие-то вопросы? Вижу, что вопросов нет, хорошо. Ну, таким образом наш семинар сегодняшний подходит к заключению. Хотел бы в конце дать информацию некоторую справочную о том, где можно самостоятельно найти информацию по тому, что мы рассмотрели. Здесь в презентации на экране ссылки на различные стандарты РФЦ, которые касаются AI. Ну, потом, если презентацию выложат организаторы, то можно будет скачать все это и покликать. Ну, и надо заметить, что проект поддерживаю РФ, который представляет вам наш сегодняшний семинар, у него есть сайт поддерживаю РФ, там огромное количество различной информации по работе в интернете с использованием кириллицы, в том числе по поводу электронной почты, различная документация на русском языке, в том числе по IDN и AI, есть обучающие курсы, тест, есть записи тренингов, но я надеюсь, записи сегодняшнего тренинга тоже там будет, есть онлайн-тест, который позволяет проверить сервер на поддержку AI, есть ведется, актуализируется каталог ПО и библиотек, имеющих отношение к электронной почке, в том числе и информация о статусе поддержки в них IDN и AI и различные другие сервисы, в том числе есть тестовый почтовый стенд с поддержкой IDN и AI и есть различные дополнительные материалы, рекомендации по поддержке кириллических доменных имен, рекомендации для системного администратора и в общем база знаний и другие материалы в форме Вики. Про тестовый стенд надо сказать отдельно, есть тестовый стенд на базе почтового ПО с открытым исходным кодом, вот тип того, который мы сейчас с вами рассматривали, с полной поддержкой работы с кириллической электронной почтой и самое главное, что можно обратившись с помощью сайта поддерживаю.рф с помощью на этот проект обратиться и получить тестовые адреса электронной почты на кириллической, если они вам нужны, например, для отладки взаимодействия с почтовой системой, которую вы сами строите. То есть для того, чтобы получить такой адрес, надо отправить запрос и вы можете использовать тот адрес электронной почты, который вы использовали для регистрации на семинар. Так, коллеги, я вижу вопросы. Наблюдаются ли какие-нибудь... Так, как планируете влиять на крупных игроков Яндекс.ВК? Ну, есть вот в рамках поддерживаю.рф есть инициатива взаимодействия в том числе с провайдерами облачными электронной почты с тем, чтобы мотивировать их и потенциировать к тому, чтобы они развивали поддержку, в том числе улучшали поддержку ИДН и добавляли поддержку ИАТ. Такая работа ведется вот в форме взаимодействия от имени проекта и при поддержке Координационного центра. Ну что ж, мы подошли к концу нашего сегодняшнего семинара. Спасибо вам за участие. Если какие-то вопросы еще присылаете на сайт поддерживаю.рф попробуем ответить. Большое спасибо. Рад быть сегодня с вами. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok